Ну что, тут сегодня активненько, а это уже завершение, я когда-то под вечер пришел, ну потому что я сегодня еще был на вернисаже, а потом я тут все выкладываю везде, свою музыку-то везде на всех соцсетях, ну а как, надо, чтобы народ знал, видел, тем более меня же много знают в разных сферах. Они, кстати, часто просят выступить на моем показе, ну а теперь вот сам буду выступать, думаю, что и новое что-то запишем, так, ну что, пойдем рассматривать, ой, вот эти бутылечки, конечно, огонь, два, ой, вот этот мальчик крутой, классный, ага, ууу, ну тут не ноги, а, видите, что, да, копытцы, младенцы, но вещь, конечно, красивая, вот эти яйца очень роскошные, ну вы знаете, какие я купил тарелки, не знаю, когда вы его выложу, до или после вернисажа, какие мне сегодня две тарелочки попались у надежды, я их все-таки купил, посмотрите, какая чашка с блюдца, огонь, огонь, а какие малышечки, смотрите, вон эти фарфоровые, или какие они, прям мега малышки, вот еще малышки, малипусечки, с палецом, вот если сравнить, бык с папиросой, а это я так понимаю, что у нас, а этот, кузнецов, вот еще малышки, смотрите здесь брошен, ладно, пойду к Танюшке, разденусь, а Танюшка мне вчера пишет, Ваня, я купила тебе подарок, жду, ну я не поэтому, конечно, пришел, я и собирался на прийти на завершение, может, что-то и найду, все-таки они в конце делают скидки, в конце, но все активно, Танюша, привет, сейчас подойдем к ним, что она там, кстати, она неплохо торговала в первый день, поэтому, посмотрите, какие часики, поэтому, хорошо, все-таки же они встают, здесь все, не дешевая аренда, вазон, а это моя мечта, вот такие подсвечники, подсвечники, я могу говорить, буду говорить, всем, кому как нравится, подсвечники, подсвечники, класс, топовые, он с тем зеркалом, если его повесить, будет здорово, но часики, да, впечатляют, еще по бокам вот эти две колонны, шик, конечно, шик, а здесь еще подсвечнички есть, вот такие, а это и подсвечник, и тернильница с драконами, класс, класс, хочу раздеться, жарко, а то бежал, ну, быстро шел, Танюшка полезла, там какой-то, говорит, я тебе, она вчера прислала мне сообщение, я, говорит, купила тебе подарок, говорит, ну что, вручать, я говорю, ну, конечно, вручай, раз уже собралась, да, микрофон, 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 красивый, бери микрофон, такой будет, фарфоровый у тебя сегодня, так вот так, так, сейчас, сейчас, Ваня, у меня появились лишние деньги, я решила тебе купить подарок, в итоге я потратила деньги, купила тебе подарок, и там еще внутри что-то есть, ну, это малышкам, вот сумочка, 50-й год, я думаю, что сюда вот любую брошь можно прикрепить, а еще у малышки что-то висит, да, так, а как мы будем доставать, сейчас, надо, чтобы тебя было видно, и микрофон, твои эти ему эмоции, так, может, отрывай на паузу, ну, так, вот так вот, так, уважаемые телезрители, вот Ваня, телезрителя мы сейчас будем смотреть за эмоциями Вани, так, так тут кружево, целая котомочка, целая котомочка кружев, слушай, так, я в них, честно, Ваня, ничего не понимаю, но мне сказали, это 50-й год, в общем, вместо подарка себе, я купила подарок Ване, какие-то, ну, это запчасти, запчасти, они мне и нужны, мне кажется, это жизненно необходимая вещь для Вани, запчасти, тебе нравится, Ваня? А как может не нравиться подарок, а если это кружева, они в любом виде мне нравятся, вот так вот, и смотрите, как много, целая кучка, да, значит, вот эти вот, это одна история, а, но они там все разненькие, вот эти, короче, они все, все кусочки, кусочки натислим, и вот эти две, один раз, в общем, ждем от Вани какого-то платья безумного, смотри, вот это даже уже можно собрать на этот, на цветочек, и вот сюда, здесь его, и брошечку, вот так вот, да, и пойти в магазин за сахаром, вот уже, Ваня, закончился, да, ну, к примеру, вот сюда, вот эти, да, как они не достаются, ну, любую брошечку, мы можем сюда, центр, вот так, в центре, все, смотрите, цветочек готов, и новая сумочка, пожалуйста, и новая сумочка, да, ну, вот так, давайте посмотрим, как Ваня будет варить, цветочек у нее, 9000 стоит, ну, а что, можно себе посмотреть, ну, потому что серебряный, это цветочек, это серебро, это две запомки, и это горно-хрустальная, минуточку, а рядом полторы тысячи запомки, 8, вернее, она 12, вот стоила, но сегодня его разбили, не буду поворачивать, потому что она разбита, но очень красивая, видите, с подвесным кольцом, да, с 12 до 8 прыгнула, вот я вам показывал у нее перчаточки, вот эти за 5, просто она тогда еще не расположилась, дома, а сейчас уже расположилась, его разбили, к сожалению, да, там поясочек такой лежал, но его уже купили, хотя, наверное, он не дешевый, а, это вот так на краю должно сидеть, чай пьет, смотрите, какая белая, белая, неожатый, 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 а это кружечки, открываются, закрываются, брошь со сценкой, Франция, какой акцент может сделать одна брошь, вот такая, подобная, пусть, ну, то есть, наряд может быть просто черного цвета, весь, а еще в черных кружевах, где-то брошь, желательно перстенек, такого же направления, смотрите, какой стул, обивка новая, роскошная, и сам стул отреставрированный, по-моему, там, красавец, мечтаю о витрине, может быть, когда-то куплю, а пока что нужно, переехать на новую квартиру, сережечки, ой, как он прикольно висит, этот манекен, видите, на какой штуке, то есть, он не здесь крепится внизу, а вот там висит, и сверху кольцо, здорово, выставочный, такой красивый, а вот они броши, Таня мне вчера прислала, но не эти, где-то здесь девушка делает сама броши, огурчиком, то они очень понравились, что-то еще, там всякие цветы, Танюшка наша, а это цапелька, кстати говоря, вот ожерелье, посмотрите, 25 тысяч, Жозефов Голливуд, Холливуд, нашел шляпки здесь, вот 3000 стоили, сейчас 2, за 2 отдают, одна черненькая, тоже с сеткой, и мушки черненькие, видите, с бархатом, а одна вот такая, вот у меня есть подобная, ну красотка, познакомился с людьми, даже сфотографировались, не купил я у них 2 шляпки, а оказывается, она должна была быть, у меня в моделях, и не получилось у нее, они с Уфы, ну вот модели приезжали с Уфы, девочки, знаком, она не приехала, короче, они не сделали, попросу скидочку, спасибо, иду дальше, хочу вам показать, вот этого цыпленка, по всей видимости, на столе стоит, и у него, видите, на спинке камешек, просто так умиляет, такая вещица, а здесь олень, олененок маленькая, тоже такая, не знаю из чего это, ну, похоже на этот, на медь, красная медь, олененок, помните, мы с вами украшения видели, серьги, по-моему, или что, а нет, кулон, вот прямо и точно, почти из таких этих, собранных штук, а здесь, похоже, ожерелье, по ходу дела, целое, ну, такая впечатляет штука, грамма фоночка, вот вижу сумочку, или их тут даже две, а это не сумочка, это что-то, как это подвес, какие-то подвес, это серьги такие, просто странный, этот вот этот, он не вылет, а, а, они подвешиваются на височную ленту, и тут, а, все, понял, ну, да, 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 на височную ленту, я сразу представляю, что это в ухо должно вставиться, можно и выкупить, с вашими младшествами, ну, там, каждая там, лотос, колесо фортуны, узел вечности, чайничек, кола, там, много всего, и внутри, просто, и парчатик закрывается, сушку выстреливается, ну, как валюты, не будем на самом деле, вот мощный, красивый сель, а вот сколько они стоят? Западная Сахара, 15 тысяч, первое, на 20-м веке. Очень красиво. А это что такое? Писеровое селебро, национальная сила, Египет. А вот наверху? Наверху височный пол. Тоже такие шелудки. Ох, королевы, посмотрите, что я вам сейчас покажу здесь. Сейчас я вас потомлю немножко здесь, вот такие более мелкие вещицы, очень красиво, но есть крупняк. Вот это под золото, а есть такая же под серебро. А вот то, что я нашел, посмотрите, это бомба. Это просто улет. Отвал башки, как говорится. И она, видите, и она крупная. Они бывают поменьше. Прикиньте? Обалдеть. Сейчас я фото сделаю, надо на составку поставить. Вот, пожалуйста. Ой, дур захватывает просто. Не уронит. Красиво. А чья она? Италия, 60-е годы. Мега, мега, мега. И прям вся целая, прям вся, вся вся, да? Прям вся целая, да? Ничего. Есть там дефекты. Маленькая есть, да? На крышке внутри. Ох. За 11-е годы. Да, они здесь сольники, они здесь. Да, сольники они здесь. Да, сольники они здесь. Да, сольники сюда положим. Представите? Представляете вообще, да? Что это за вещица? Да, она очень красивая. Да, она очень красивая. Сколько она, наверное, 90 сантиметров примерно? 105 тысяч она стоит. Красивая. А это вот... А вот еще одно зеркальце вижу здесь, тут же, где рыбку. 5 900. Просто шляпки у меня в руке теперь не очень удобно снимать. Вот такая вещица, зольничек. Верес. Совсем недавно кто-то смеялся надо мной, что я стал открывать вот эту штуку, которая подпиливается или что-то. Накатки. И я вот эту верхнюю крышечку снял. Думал, что она открывается. Ой, кто-то смеялся там. Ну, ничего страшного. Бывает, что откуда я знаю. Теперь знаю, что это не открывается, а на своем месте должно жить. Так, смотрите, здесь за 32 тысячи. А вот этот кроет. О, сталь весь горит. 32 тысячи. Шек. Тоже чехия. Чехия. Прелесть. Что, пойдем дальше? Начинают они уже собираться. Я же, как всегда, в конце пришел. В конце пришел, поэтому... Здравствуйте. Но свою вещь-то я... Сейчас говорю, у нас... Вернее, мне говорят. Кстати, это как ее... Екатеринка. Ваня говорит, приходи. Вначале у нас такие шляпки были. Я говорю, ничего страшного. Были, но мои вещи, они всегда меня дождутся. Часики. 3500. Вот такой воротничок льняной, с кружавчиками льняными. Вышивка, две уточки. Камыш. Красивый, конечно. Деревянная пуговица. Прелесть. Вот вам как деталь может украсить весь комплект. Вот такая у меня есть, только с подвесками. Ношу с серым костюмом. Тот костюм, которым скоро выложил, выступал, а песню пел. 3500. Классная, конечно. Прям такая. А ты чего высыпал? Посмотри, глядь. Ну, не рановато ли. Ладно, когда жара. Ну, наверное, с ответом все. Ладно, когда-то много проскальзывает. Классная. Остальные такие все простенькие. Хотя вот эта бирюзовая интересная. И вот эта интересная. Вот это мое. Солома шикарная такая. Широкая и узкая. И бархат вплетен. Очень красиво. В Евгении здесь вот такой невероятный веер. 19-й век. Пионы. Пиончики. Ручная работа. Раскрашена вручную. И старенькая лента. Родная. Раскрашена вручную. А это сколько рамок? Рамка 10. 10. Позже поозже. А вот эти вот красивые. Угу. Вот это красивая. Фотография. Передается. Раскрашена вручную. А, как вот это. Помните, да, вы эту сумочку я вам показывал? Светильничек. Мечта поэта. Ой, какая сумочка. Ну, это такая бутафорная, да, похоже? Ну, да. Не открывается. Я тут с пакетами, с сумками. А шкатулка такая вот. Какая цена? Зеленая или красная? Красная. Красная 36. Это губиновое стекло. Угу. 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 Слуточки, посмотрите, какие есть. Губная гармошка. С одним этим чехольчиком. А когда нас? Угу. Угу. Кстати, меня хотели... А, меня... А, это на вернисаж. Спрашивали, сколько стоит петушок. Вот здесь просто увидел подобную птичку. Это на вернисажа. Я был на вернисаже сегодня, но бегом-бегом там очень холодно. И многих сегодня не было там. Поэтому я не спросил цену. А, даже попросили купить и выслать. На Емелю похож, да? Какой хороший. А, он деревянный, походу, дело. Такой живой весь, естественно, да? Крутой. Красавец. Ты прихорошилась? Да. Добрый вечер, уважаемые подписчики. Посмотрите на мне какая чудесная шляпка. Ваня приобрел замечательная шаль. Да, приобрел вот эту шаль. Приобрел Ваня. Крутую сумку вот эту. Да. Сегодня не повезло. Сегодня Ваня. Кроме Таниного подарка. Сегодня Ваня повезло. Да. А, еще одна шляпка. Где она? А, вот эта вот. Ты будешь менять? Кстати, она к тебе, к тем уже к ружевам. К светлым. Она даже больше. Теперь она уже... Ну, это твой. Значит, и микрофон надо менять. Микрофон меняем. Так. Вот так. Да. Очень. Вот еще одна шляпка. Еще одна шляпка. В общем, у меня улов сегодня есть. Мне сегодня просто повезло, девочки, мальчики. А, вам сколько стоит эта шляпка? За какую цену? Полторы. За полторы. А сумочка? А вот 500 рублей. 500 рублей. Всего лишь. Ну, просто дело случая, это не его товар. Но это, по-моему, это стоит около 5000. У меня даже нет возможности подвигать что-то себе приобрести. Ну, да. Очень шикарно. Шикарно. И вот эту, она 4000 стоит. Он тоже за 500 мне отдал. Потому что это просто не его товар. Вы знаете, за 500 рублей. Да. Это просто вот. Я говорю, сегодня какие цены называю, затем не отдают цену. А вот эти шляпки для у кого я купил, так еще оказалось, что у нас общие знакомые. Да. Когда уже это, начали общаться. Сегодня день важен. Ванин день. Вчера твой был день? Или когда в тот твой был день? Какой-то был мой день, а сегодня Ванин твой день. Да. Такой быть разрешаю тебе, чтобы у тебя был твой день. Ты как Пугачева, весну разрешаю. Разрешаю. Танюш, ну давай, передавай тогда привет поклонникам. Во-первых, у тебя сколько поклонников, сколько приходит и говорит, мы это Ивана, это Ивана. За дни выставки приходили очень приятные девушки. Передавали Ване привет, а одна девушка сказала, что Ваня плохо меня снимает, на самом деле я в жизни моложе и красивее. В этом и есть смысл. Прийти и увидеть. Приказали Ваню уволить. Но мы решили Ваню не увольнять. Потому что Ване тоже так же говорят, Ваня, вы в жизни лучше, чем на экране. Как можно Ваню уволить? Вы же ничего тогда не увидите. Не увольняем, мы надеемся, что в этот раз я выгляжу моложе, особенно в этой шляпке. Моложе и симпатичнее. Вот. Всем привет, всем привет. Смотрите Ваню. Ты хороша, и там сколько комментариев в твою сторону, ты не знаю, читаешь, не читаешь, там просто море комментариев, когда я тебе показываю. Приходите, и очень приятно, что вы меня узнаете, придаете привет Ване, правда, искренне. А всем придает свое теплое сердце и энергия. Теплое сердце. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ваня тоже не держит. Ха-ха. Ха-ха. А там... Ха-ха. 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 Ну, как тебе, Тань? По-моему, шикарная сумка тоже. Во-первых, сохранность хорошая. Ну, это кожа. Вот именно. И вся блестит. И внутри, кстати, вся чистенькая. Тоже кожа, да еще красная. Пахнет, знаете, крокодилом. Крокодилом? Да, прям, мне кажется, он так пахнет. Это как? Это мы раньше мужчин называли крокодилом, да? Помнишь? Пахнет. Не, не помню. Да, в СССР было такое. Я не помню, Ваня. Был такой журнал «Крокодил», и всех мужчин тоже называли. Так, ну, крокодил. Я крокодил, крокожу. Ну, пойду, будет очень хорошо смотреть. И буду крокодить. Ну, да, да. Она у меня конкуренция, между прочим, да еще за 500 рублей. Так, ну все, что? Ну, все. Ты уже собираешься или как? Или ты мечтаешь? Костю ждешь? Костю. Да, ну давай, мы ждем вместе. А я еще пойду в чебуречную. Серьезно? Может, мы сейчас с тобой тоже пойдем? Потому что она, чебуречная, допоздна работает. Я сейчас с Костю пилю, ты шляпка хочу есть. Вань, гвоздь нужно вбить. Старо шпилек просто надо. Возьмем, будет оригинальный. Так это только ты будешь чувствовать, а никто не увидит больше, что это оригинальность. С твоей стороны было. Вот покажите аппетитную вазочку, и на этом можно закончить. Чистная? Россия, да. Советский Союз, да. Так это кто? 1940 год. Кузнецов, что ли? Нет, это не Кузнецовцы. 1940 год. Фаянсовая, ну, очень обидно вазочка. Стоит она, кстати, 14 тысяч. Что ли в чем себе, нет? Да, ну вот этот дуэт, тут не дуэт, а как его? Девушку, кавалер дамы? Да нет, вот тут что стояло. А я уже ничего не понимаю. На одного человека для кофе? А, да, эгоист. Эгоист продан. Продан. Эгоист продан. Клык вот тут стоял, тоже продан. Микрофон в виде клыка продан. Дама с кавалером снимала, у которой тащит бант кавалера продан. Так, и вообще, все продаем и уезжаем, Пань. Уезжаем на Мальдивы, поехали? Нет, я российский, я за Россию, я буду продвигать культуру в России. Хорошо, пока ты будешь продвигать, я... И тебя не отпущу никуда. Спасибо, Вань, тоже. Будешь продвигать вместе. Очень добрый. Ну, а как, свои люди нужны везде? Везде нужны везде. Особенно... Особенно... Особенно с антиквариатом. Ну, все. Все, всего всем доброго. Отключаюсь, потому что уже все собираются, и я, наверное, тоже буду собираться. Пачки-мальчики на Мосс Винтаж на Флаконе, вот, с 16 по 17 апреля. Ой, это нет, это... Наверное, это, господи, парк культуры. Ну, да, вот парк культурно написано, на Зубовском бульваре. А вот флакон 2-3 апреля. Это то, что нас ожидает впереди. Ну, сейчас быстро время прилетит. Ой, когда мне платье шить? Я делаю натуральный шелк. Нет, правильно. Я беру кусочек белого шелка. Окрашивается, да? Обрабатываю ткань, потом вырезаю, потом окрашиваю. А потом я беру поляник, направляю на стын. Горячий, горячий на стыну, и лучше все обрабатываю. Делаю формочки, чтобы вот это было красиво. А сколько уходит времени? Времени... Вот на один. Времени, ну, день я делаю в тень. Один в тень, да? Да, ну, обычно я делаю так, как я выхожу на выставке. Я все-таки делаю не одну штучку, а там, например, три сразу же. Прямо сегодня я делаю листочки. Завтра я делаю цветочки. Собираем цепанат. Да, потом собираем. Еще я делаю скрожие. Вот это чертополок, это кожа. Вот кожаные, некоторые вот из кожи чертополок. Это рябинка, если вы это видели. Да, рябинка есть. Это рябинка. Очень миленькая. Ну, и цветочки у меня бывают сейчас. Так, и давайте покажем еще огурчики, да? Огурчики, вот огурчики. Да. Ой, сцепился. Огурчики, редисочка моя любимая, редисочка. Ой, правда, да. Да. И вот полюбившаяся с моим клиентком. Вот редисочка. Огурчик у вас сегодня купили, да? Да, огурчик. Другой был. Или только сегодня. Который Танюшка купила. Ой, приглядела. Вот, это у меня шелк, листочка все шелковые, шелка. А сама, вот редисочка, огурчик, это там, ну, из полимерно-герина. Угу. 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 Вот, вот я вот, да, еще и все. Вот огурчик обычно я пала перед собой на стол огурец. Угу. И глядя на него я вот... Вас только тут можно встретить? Угу. Ну, чаще всего я здесь была, да. Угу. 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 А, ну, здесь очень приятный, тут очень приятный публика, знаете, вот мне здесь нравится. Ну, ну, мне здесь нравится. Очень приятно, здесь очень приятный публика. Весь она без утр stereotype. Угу. Угу. Ага, ну, да у меня тоже invites, пос Labuse аккаун в alterative. Угу. Да, и здесь, ну. вы показали ладно до новых встреч да спасибо вам спасибо